здравствуйте уважаемые друзья рад вас видеть на нашем сегодняшнем вебинаре сразу хочу спросить хорошо ли меня видно слышно то есть видно меня слышно меня и заглавный слайд презентации если да просто жду от вас включить плюсиков в нашем чате если у кого-то есть какие-то проблемы то предлагаю вам перезагрузиться в комнату да либо скажем так поменять вообще браузер и зайти с другого браузера по ссылке на наше сегодняшнее мероприятие приветствую еще раз вас на вебинаре который называется инновационный транспорт skyway и возможности для инвестирования вот и предположу что вы к нам сюда пришли наверное тремя путями первый из них это возможно вас пригласил кто то из уже состоявшихся инвесторов и партнеров нашей компании возможно вы благодаря интернету зашли на наш сайт и на в разделе событий новостей расписания онлайн мероприятий нашли ссылку и пришли на наш вебинар но и третий наверное путь это часто люди находят рекламу в интернете который гласит об инновационной транспортной технологии о развивающейся компании возможности инвестирования в эту компанию вот именно об этом мы сегодня с вами будем говорить сразу хочу сказать на кого рассчитан данный вебинар данный вебинар в первую очередь рассчитан на людей которые интересуются возможностями инвестирования и формированием источника постоянного дохода пассивного дохода для тех людей которые уже имеют либо задумывались когда-то уже о своем собственном бизнесе имеют или бы имели какое-то отношение к индустрии млм вот это люди которые которым не безразличны проблемы экологии проблемы окружающей среды вот люди которые занимают активную жизненную позицию у них есть своя точка зрения на развивающиеся события вокруг и те люди которые умеют отстаивать свою точку зрения вот немаловажный фактор которым является на для наших партнеров и инвесторов то что они готовы быть причастны к серьезным изменениям глобальным изменениям происходящим на нашей планете вот ну и очень важно что люди которые стремятся финансовой независимости к финансовой свободе ну и формированию лучшего будущего для своих детей внуков для своих потомков это вот основные наверное черты характера которые общие для наших партнеров и для наших инвесторов что еще хотелось бы сказать что большинство наших партнеров объединяет очень важная мысль или важная черта характера его понимание то что будущее зависит от нас с вами и будущее каждого отдельно взятого индивидуума на этой планете зависит от того что он будет делать то есть она находится в его руках вот если кстати то что я перечислил имеет какое-то отношение к вам да то есть хотя бы две черты из того что я сказал либо две причины почему люди приходят наш проект вы можете поставить плюсики в нашем чате я не буду дожидаться этих плюсиков просто скажу те кто поставят плюсики это действительно вебинар именно для вас да и ближайшие 40 минут будем находиться в уютной компании постараюсь быстро дать вам информацию ответить на ваши вопросы и кстати возможно для кого-то из вас особенно тех кто первый раз находится на нашем вебинаре эта информация будет ценной и может быть даже прорывной и может изменить лучшую сторону вашу жизнь и вашего окружения еще хотел бы попросить вас сделать следующее то есть мы находимся в мире интернета и вы приходите видно вебинары с разных городов и стран было бы неплохо если вы указали в нашем чате те города населенные пункты и страны которых вы сейчас находитесь в которых вы слушаете наш вебинар вот про себя могу сказать два слова то есть фамилия мэвэдро имя максим я являюсь сотрудником группы компании skyway с июля 2014 года и за эти четыре года занимаюсь тем что знакомлю потенциальных инвесторов да либо тех кто слышал информацию приходит разобраться что из себя представляет технология какие есть возможности для инвесторов на протяжении четырех лет я даю эту информацию то есть отвечаю на вопросы даю информацию ту которую нам будет непосредственно руководство группы компании skyway мне нравится это делать мне нравится когда люди внимательно слушают информацию да мне нравится скажем так когда люди задают вопросы сразу хочу сказать по поводу вопросов предлагаю вам задавать вопросы в отдельном блоке который специально у нас будет отведен под там несколько минут для того чтобы задали свои вопросы и я постараюсь на них ответить сейчас чтобы просто как мы не то что не засорять чат но просто если вы будете писать я не вижу ваши вопросы а именно в блоке который будет отведен непосредственно под вопрос ответы мы с вами об этом поговорим итак друзья о чем у нас будет скажем так ближайшие 30-40 минут то есть первое на чем мы с вами остановимся это на той ситуации которая сложилась транспортной отрасли на сегодняшний день далее мы с вами поговорим о струнном транспорте который разработал анатолий дарвич у низкий и благодаря его скажем так идее была организована компания skyway то есть мы будем говорить непосредственно о развитии данной компании поговорим о результатах деятельности этой компании начиная с 2014 года вот и конечно же раз мы говорим что у нас инвестиционный вебинар мы разберем те возможности которые существуют для каждого человека неважно в какой стране он проживает сколько ему лет то есть возможности инвестирования в технологию и что это может вам дать вот и в конце кстати для тех людей которые дослушают информацию до конца будет еще информация о бонусе который может получить любой человек который будет делать активные шаги что хотел бы еще попросить то есть ближайшие как я вам сказал 30 40 минут мы с вами будем активно работать я предлагаю вам сконцентрироваться на той информации которую я буду вам давать до повторяться она не будет вот для этого чтобы быть сконцентрирован предлагаю вам выйти из аккаунтов соцсетей вот если есть маленькие дети животные скажем так желательно чтобы они были в другой комнате вас не отвлекали подключите либо уберите свой мобильный телефон то есть просто напросто внимательно слушать эту информацию которая буду говорить вопросы как я уже сказал зададите специальном блоке вот что еще хотя большинство вопросов я постараюсь чтобы скажем так ответы прозвучали во время только того вебинара который у нас с вами сейчас проходит итак друзья переходим с вами к той ситуации которая у нас сложилась на сегодняшний день в транспортной отрасли да то есть важный вопрос вот он написан на слайде сколько времени и денег вы потратили сегодня на дорогу да вот сколько времени вы тратите в пути и что было вчера позавчера то есть быстрее ли это было или нет я думаю что картина в принципе не меняется да то есть мы много времени тратим на то чтобы переместиться из точки а в точку б кто-то по работе кто-то может путешествовать и всегда хотели бы чтобы это было быстрее вообще сегодня наша жизнь да как говорят жизнь это движение и такие тренды как мобильный скорость безопасность комфорт в конце концов да в транспортных средствах далее экологичность это те тренды которые сегодня по этим трендам развивается мир вот и я бы хотел затронуть два аспекта да это скорость перемещения транспорта и грузов и людей и скорость перемещения информации то есть у нас сегодня с вами есть высокоскоростной интернет у нас сегодня есть мобильные приложения которые создают нам огромное количество удобств да и мы можем не выходя из дома оплачивать банковские услуги мы можем исходить не выходя из дома кстати покупать билеты на транспорт мы можем не выходя из дома осуществлять огромное количество операций вот нажатием одной кнопки там и так далее да моментально получаем новости из любой точки земного шара мы фактически нажав кнопки выйдем на новостные сайты и будем знать что где происходит мире вот но мы еще все все еще огромное количество времени тратим на пробки тратим скажем так в очередях толкаясь в общественном транспорте ощущаем себя очень дискомфортно вот и в принципе то же самое происходит на различных вокзалах станциях в аэропортах и так далее так далее то есть что еще хотелось бы отметить да вот если мы говорим о развитии например транспорта очень высока аварийность и в принципе есть огромное количество опасности для нашей с вами жизни все это касается непосредственно транспортного то есть получается что достижение современной цивилизации в мире скажем так перемещение информации они просто видны до невооруженным глазом а вот транспортная отрасль по сути дела за последние там 150 200 лет но мало чем изменилось потому что высокоскоростные поезда автомобилей были в начале двадцатого века да и устраивая соревнования и так далее единственно может быть они стали немножко более экономичными меньше делают выбросов в атмосферу окружающих но тем не менее эти проблемы не решены действительно транспорт который мы сегодня имеем это водный автомобильный железнодорожный и воздушный транспорт это транспортная система которая очень сильно загрязняет экологию нашей планеты что сказывается нашим с вами здоровье да то есть транспортные проблемы они были присущи человечеству 10 лет назад 20 лет назад 30 лет назад они никуда не уходят вот и какие эти проблемы вот самое такое яркое что нам бросается в глаза мы уже говорили по поводу экологии страдает ли экология да посмотрите скажем так сколько сгорает топлива до при перемещении например одного самолета их летают тысячи в день по планете да там ходит тепловозы теплоходы и так далее так далее и не до необработанное топливо например не отработанное выбрасывается в атмосферу и все это скажем так загрязняет и акватории морей и океанов река си мы говорим о транспортном водном транспорте то же самое происходит с экологией вокруг автомобильных дорог вокруг железных дорог далее что хотелось бы еще сказать да то есть мы действительно теряем очень много времени здесь вот слайд есть который демонстрирует это наверное регистрация на какой-то самолет вот я сам летал в отпуск и действительно очень много времени заняло просто дойти скажем так до окошка где у меня забрали чемодан и так далее хотя и зарегистрировался при помощи скажем так электронной регистрации далее высокая аварийность увидите здесь скорая помощь более миллиона человек в год гибнет на дорогах на автомобильных дорогах то есть как бы так это взята статистика только автомобильного транспорта вот и еще в десятки раз больше людей становится инвалидами получать различные виды травм которые очень сильно сказываются на их образе жизни постоянно растет стоимость топлива вот я часто бываю белоруссии обратил внимание чуть больше там чем полтора года назад литр 92 бензина стоил 1 рубль 11 копеек потом стал один 13 сейчас вот буквально я ехал в пятницу было рубль 31 а вчера я выезжал было рубль 32 ну достоинством или не знаю недостатком страны является то что сцена на всех заправках одинаково но сам факт они выросли очень значительно ни много ни мало скажем так почти на 30 процентов за год да соответственно то что дорожает топливо дорожает стоимость оказания транспортных услуг на транспортные услуги влияет не только стоимость топлива есть еще целый ряд факторов которые на это влияет но я хотел вам давать простой вопрос скажите а решает ли кто-то вот эти проблемы о которых мы сейчас с вами говорили вы слышали что была разработана какая-то четкая концепция которая нам позволила бы уйти от той ситуации которую мы сегодня имеем да вот а проблема эти в принципе нарастает с каждым днем и лучше все-таки не становится но это мое мнение вот и в принципе закономерен действительно вопрос а что же будет с нами через 10-15 лет то есть если сегодня ничего круто не изменить многие люди как бы об этом не задумываются потому что ситуация ухудшается постепенно да то есть скажем так все хуже становится воздух там хуже становится грунтовой воды и так далее так далее так далее здоровье людей становится тоже художь хуже но постепенно незаметно это как вы любит приводить пример анатолий дар чуницкий да если скажем так лягушку положить холодной воды постепенную скажем так подогревать то это лягушка сварится и не выскочит то есть именно такие медленные перемены они влекут за собой то что люди не активны вот да если вот эта ситуация будет ухудшаться и мы на это скажем так будем махать рукой ну нам же это привычно что же будет через 10-15 лет что мы сможем увидеть да то есть не окажемся ли мы с вами заложниками той ситуации что транспорт просто-напросто будет нашу с вами жизнь угнетать и уничтожать и очень важный вопрос которым я сейчас хочу вам задать вы тоже видите на слайде готовы ли вы дальше терять время деньги здоровья или все-таки настало время кардинальных перемен просто мы считаем до сотрудники компании группы компания skyway что сейчас действительно миру необходимо новая прорывная транспортная технология которая будет и экологически чистой и скоростной и комфортной да и экономически выгодная и финансово рентабельной транспортной системы они то что мы видим на сегодняшний день огромные скажем так денежные средства вваливаются в поддержание инфраструктуры железных дорог автомобильных дорог ну как бы эта ситуация не решает и дороги плохие да и опять же мы имеем дело с пробками там и так далее так далее так далее возникает другой вопрос а кто возьмется да за разработку вот такой системы которая будет экологически чистой комфортной намного более доступны по деньгам и большинству людей кажется что вот как бы отдельно взятый человек повлиять на это никак не может да то есть в принципе нужны какие-то структуры чтобы это разрабатывалось но если вы считаете что вы не можете повлиять я вам сразу хочу сказать что вы в принципе не правы потому что мы сегодня будем говорить о проекте который благодаря таким людям как вы кардинально может изменить ситуацию в лучшую сторону то есть мы будем двигаться с вами сегодня на нашем вебинаре и мы будем с вами говорить о проекте транспорта второго уровня под названием skyway skyway это дороги скажем так переводе sky это небо в это дорога да и вот этот транспорт о котором мы с вами будем говорить он открывает новую страницу в развитии грузовых пассажирских перевозок потому что он затрагивает все сегменты транспортного рынка это и грузовые перевозки и перевозки скажем так людей на большие расстояния это международный международный skyway и скажем так на перевозки внутри города что нужно для того чтобы двигать прогресс вперед да но для того чтобы двигаться и знать куда ты двигаешься необходимо нарисовать этот образ будущего я бы сейчас просто хотел вам задать вопрос а нарисуйте сами себе тот образ идеального транспорта который бы вы хотели иметь ближайшем будущем вот пока вы это делаете дали вы можете нарисовать на бумаге я не знаю написать как это выглядит и прочее я сейчас хочу с вами поделиться в течение этого вебинара идеи анатолия дарачи юницкого тот кто изобрел непосредственно трудный транспорт skyway идея концепция которая может гармонично вписаться в ваше жизненное пространство неважно живете вы скажем так в крупном городе в мегаполисе да либо небольшом населенном пункте и эта концепция предусматривает точнее предполагает развитие таких на так называемых линейных городов в которых транспорт будет располагаться над землей как вы видите здесь а городское пространство оно будет отведено под жизнь людей вот под жизнь таких как мы с вами то есть линейные города это города кластерного типа вы видите здесь находится башни до ключевое здание вот и города которые построены для удобства людей в которых гармонично сочетаются пространство необходимое для мест проживания для работы и для отдыха то есть транспортное сообщение здесь очень здорово интегрирована в инфраструктуру города таким образом что каждый человек будет иметь шаговой доступности транспорт там в пяти минутах скажем так ходьбы от дома который у вас легко может доставить из точки а в точку б и быстро и комфортно и скажем так за минимальную плату потому что мы еще будем говорить о преимуществе скажем так этого транспорта и при этом сам транспорт он не наносит никакого вреда окружающей среде как следствие не наносит вреда здоровому образу жизни людей которые могут жить на лоне природы скажем так дышать чистым воздухом и так далее основа линейного города является транспортная система skyway что она себе несет эта концепция струнного транспорта то есть какие выгоды да вот наглядные сразу бросается в глаза первое значительное снижение затрат на строительство дорог непосредственно и на их эксплуатацию то есть полностью практически меняется концепция транспортировки грузов у людей в корне отличающийся от того что мы имеем на сегодняшний день высвобождается огромное количество ресурсов которые могут быть использованы скажем так для решения проблем в других сферах человеческой жизни это такие ресурсы как денежно-финансовые материально производственные человеческие ресурсы сокращается количество вредных выбросов в атмосферу очень важный момент данного на нем концентрирует же внимание то есть происходит восстановление экологии практически полностью устраняются такие проблемы как аварийность и пробки на дорогах то есть это то что является бичом крупных городов я например эти пробки вижу каждый день я живу под москвой и все это наблюдаю своими глазами вот для кого-то это покажется слишком идеальным фантастичным да и сейчас он может огорчиться сказать что такое неосуществимое будущее и так далее так далее но знаете мы сделаем сейчас с вами следующий начнем с малого вот и поговорим немножко о концепции транспорта skyway то есть сейчас речь пойдет непосредственно городском skyway да вот так вот он может выглядеть и будет выглядеть и выглядит кстати да это представляет собой сеть станций путевая структура которая возводится в городах уже скажем так построенных но и в принципе это первый шаг для тому чтобы разгрузить тот плотный трафик который мы имеем в городах и повысить значительный уровень комфортности и мобильности каждого отдельно взятого человека который будет перемещаться в этом транспорте они обладают следующими техническими характеристиками такими как перемещение в городе может осуществляться со скоростью до 150 километров в час как я вам сказал без светового пробок там и так далее так далее ускорение там торможения и разгона то что некомфортно сказывается болтанка да то что мы едем в городском транспорте кстати скорость лучшем случае по городу не в часы пик даже до 30 километров в час пропускная способность дали бы провозная способность отдельно взятой ветки трассы skyway составляет порядка 20 тысяч человек в час и более да это примерно соизмеримо с пропускной способностью одной ветки метро подземного но что очень важно в 20-30 раз строительство тассы skyway дешевле чем строительство подземного метро что еще очень важно отметить преимущество городского skyway что он легко встраивается уже создан инфраструктуру города данной трассы требует минимального землеотвода соответственно такие дороги может можно строить уже в тех городах которые мы сегодня с вами видим то есть дорога поднята над землей как вы видите да и никаких препятствий для того чтобы построить такую стакаду практически не возникает и сейчас вы знаете там расширяет улицы где-то и так далее так далее так далее то есть этот город транспорт легко впишется инфраструктуру городов уже которые есть далее высокоскоростной skyway первую очередь конечно же он создан для улучшения скажем так транспортной инфраструктуры и транспортного сообщения между крупными городами и скажем так крупными городами пригорода его основное достоинство то что он может перемещаться со скоростью до 500 километров в час и выше да это фактически скорость самолета высота опор может быть 6 10 иногда даже скажем так и больше метров зависимости от необходимости рельефа там где-то будет строиться длина пролета между анкерными опорами то есть которые несут основную нагрузку да вот может составлять километры более стоимость одного километра такой трассы составляет среднем от полутора где-то до трех миллионов долларов за квадратный километр и вот благодаря вот этому рисунку мы можем просто с вами рассмотреть ну давайте простой пример до расстояния например между москвой и минском москвой питером там москвой и казани примерно одинаково мы представьте себе что вы находится казани вы садитесь транспорт скайвэй городской который с высокой скоростью вас перемещает по городу дожде 제가 и до пересадочного пункта которой совмещен высокоскоростной и городской транспорта садитесь на высокоскоростной skyway которые их со скоростью 500 километров в час и через полтора часа оказывайтесь москве вот соответственно все временный дорогу который вы можете потратить отказание до москвы занят два с половиной часа это гораздо быстрее чем вы полетите самолетом я Я просто приведу этот пример, почему это быстрее, потому что для того, чтобы полететь самолетом, нужно сначала добраться до аэропорта каким-то транспортом, переехать не позднее, чем за час до вылета, зарегистрироваться, потом дождаться, скажем так, посадки самолет, собственно, лета там где-то час с небольшим, потом дождаться шмоток и доехать, например, с аэропорта Шереметьево, Домодедово, либо Внуково здесь в Москве до центра города. То есть это займет не меньше пяти часов. Здесь мы видим явное преимущество даже в первую очередь по времени. То же самое будет происходить и с перемещением грузов, то есть SkyWay намного надежнее, эффективнее и гораздо менее затратнее, чем те транспортные системы, которые мы с вами видим и используем сегодня ежедневно. Что хотелось бы еще сказать? Мы сейчас с вами рассмотрим четыре, скажем так, показателя сравнения SkyWay с другими транспортными системами. И вот эти преимущества отражены в документе, исследовании, которое проводилось Институтом проблем транспорта Российской Академии Наук. И первое, на что мы, скажем так, обращаем внимание, себестоимость строительства. То есть по себестоимости строительства SkyWay в два раза дешевле, чем железнодорожный транспорт, в четыре раза дешевле, чем автомобильный, и в 12 раз дешевле, чем создание такого транспорта под названием Монорельс, который, в принципе, транспортом назвать сложно. Это, по сути дела, экскурсионные транспортные средства, которые перемещаются по Москве со скоростью порядка 20 км в час. Причем Монорельс построен мало где, да, то есть, ну у нас в Москве, по крайней мере, он перемещается очень медленно, и давно уже ходили слухи о том, что его хотят, скажем так, демонтировать, да. Хотя это было, наверное, больше политическое решение создать такой транспорт. Огромное количество денег было вложено. Эксплуатационные затраты, если мы возьмем, скажем так, SkyWay там за 100%, соответственно, в два раза дороже эксплуатационные затраты на железной дороге, фактически в 12 раз дороже затраты на автомобильный транспорт, и в 18 раз затраты на организацию движения Монорельса больше, чем на организацию движения транспорта SkyWay. Следующее, на чем хочу заострить внимание, это транспортная безопасность. Вот тут это очень важно, потому что касается практически каждого из нас, мы каждый день перемещаемся в транспорте, и, в принципе, каждый день рискуем, да, быть немножко поддавленными, скажем так, или попасть в аварийную ситуацию. Если взять SkyWay за 100% безопасности, да, то мы в два раза превосходим по безопасности железной дороги, в 10 раз автомобильный транспорт, ну и, скажем так, примерно на нашем уровне находится Монорельс. Ну, еще один показатель, скажем, сравнения с другими видами транспорта мы сейчас с вами рассмотрим, это экологичность. То есть практически нет никакой нагрузки на экологию, на окружающую среду, если мы будем использовать и строить дороги SkyWay. В три с лишним раза более вредна по технологии использования железнодорожный транспорт высокоскоростной железнодорожной магистрали, в 10 раз более вреден автомобильный транспорт, ну и, скажем так, Монорельс примерно в два раза уступает нам по экологической частоте. Это то, что заключение, которое сделал, как я сказал, Институт проблем транспорта Российской Академии Наук. Вы можете документы, кстати, найти на сайте Анатолия Даровича Ницкого, www.unitsky.com, там есть еще целый ряд заключений государственных структур по транспорту SkyWay. Итак, что же из себя представляет технология SkyWay? Первое, это инновационная путевая структура, да, вот вы видите это на слайде. То есть, путевая структура поднята над землей, скажем так, со своей конструкцией струнного рельса. Далее, подвижной состав SkyWay. То есть, действительно, таких транспортных средств до сегодняшнего дня не существовало, но сегодня эти транспортные средства перемещаются по территории планеты. Где и как, я вам еще расскажу. Далее, инфраструктура. То есть, все, что связано, скажем, с развитием транспортной отрасли, это транспортно-энергетическая информационная инфраструктура. Все эти элементы как раз-таки формируют концепцию транспортной сети, которая может опоясать и города, и страны, и континенты. И вот эта структура, эта сеть перемещения грузов и людей называется Транснет. И сейчас я вам включу, скажем так, старый добрый ролик, который мы используем уже на протяжении четырех лет, но который наглядно показывает, что из себя представляет транспорт SkyWay, что такое Транснет, да, что такое следующий шаг в развитии, скажем так, технологических укладов человечества. Это займет две минуты, а потом мы с вами продолжим наш сегодняшний вебинар. Сейчас же я вам хочу включить ролик про технологию под названием Транснет. Итак, я надолго с вами не прощаюсь. Хорошего вам просмотра видео. Транспортные пути – живительные артерии современного мира. Кровеносная система глобальной экономики должна непрерывно поддерживаться в тонусе и обновляться. Представьте себе быструю и экологически чистую транспортную систему, для строительства, которое потребуется в десятки раз меньше материалов, земли, средств, чем для классических дырок. В мире нет аналогов этой системы, хотя все ее элементы известны и используются сегодня. Традиционная транспортная система неоптимальна и не отвечает требованиям времени. К идее новой транспортной технологии меня подтолкнула природа. Основа Транснета – жесткость струнного рельса, по своей сути – мостовой ванты. Струна, зашитая в балку жесткости, становится легкой, но необычайно прочной путевой структурой. Транснет – изобретение Юницкого, признанное в научном мире и проверенное годами испытаний за патентованной технологией. Это коммуникационная система из трех составляющих. Специальная путевая структура, установленная на опорах. Подвижной состав на стальных колесах. Инфраструктура – транспортная, энергетическая и информационная. Расположение путевой структуры над землей имеет принципиальное значение для удешевления строительства и бережного отношения к экологии, а также для обеспечения высокого уровня безопасности. Транснет – очень простая и универсальная система. Спектр ее применения практически не ограничен. Технологии Транснет эффективны в самых разных отраслях экономики. При разработке месторождения, при транспортировке грузов в труднодоступных и малоосвоенных районах севера России. Транснет – это еще и высокоскоростной и комфортный городской и междугородний пассажирский транспорт. Итак, друзья, вы видели ролик, который рассказывает о технологии Транснет. И что мне хотелось бы еще вам сказать? Вот тот транспорт, о котором идет речь – это отличная новость. Он не является чем-то мифическим, он не является 3D-проекцией и так далее. Он на сегодняшний день реально существует. То, что казалось бы недавно еще фантастикой, сегодня мы можем показать, не то чтобы похвастаться, но тем не менее. Итак, друзья, то есть та идеальная картина, про которую мы говорили, про тот транспорт, который может в корне изменить ситуацию в транспортной отрасли, улучшить жизнь человечества, она реально существует. Вот, и на слайде вы сейчас видите 4 транспортных средства, которые были испытаны, которые, скажем так, продолжаются тестированы территорией Экотехнопарка. А 3 из них, имеющие, скажем так, отношение к пассажирскому сегменту – это Юнибайк, Юнибус и Юникар – они уже сертифицированы. Все научно-исследовательские работы проходят на территории Экотехнопарка. Там происходят производственные работы, там происходят строительные, да, то есть строятся трассы Скайвей. Экотехнопарк это называется где-то с 2015 года, когда-то мы просто говорили «тестовый участок», «тестовый полигон». То есть все это находится недалеко от города Марина Горка, это Минская область, Пуховичский район. В Экотехнопарке, по сути дела, сегодня формируется производственная база, да, тестовый сертификационно-демонстрационный центр, где испытывается вся технология Скайвей, прежде чем быть проданной заказчикам на территории земного шара. Вот так ни много ни мало. Строительство Экотехнопарка началось летом 2015 года, когда была выделена земля, да, на долгосрочную аренду. В июле начались первые, скажем так, изыскательские работы, и в конце июля, в начале августа началось строительство, скажем, ну, рытье фундамента для первой анкерной опоры. Сегодня построены четыре путевые структуры, есть образцы станции, и есть целый ряд объектов другой инфраструктуры, которые необходимы для проведения тестовых испытаний, демонстрации возможности Скайвей. Что хотелось бы еще отметить, да, то есть проделан большой объем работы, и на сегодняшний день получено множество различных сертификатов и патентов, которые выданы структурами таких стран, как Соединенные Штаты Америки, Канада, это Япония, Китай, Австралия, это целый ряд сертификатов Евросоюза, собственно, Республики Беларусь, это сертификаты Российской Федерации, Украина, еще целого ряда стран. Работа эта делается для того, чтобы, скажем так, защитить интеллектуальную собственность, прежде чем начать строительство дорог в целом ряде адресных проектов на территории всего земного шара. Что хотелось бы еще сказать, да, важной вехой в развитии транспортных технологий Скайвей является участие в международных транспортных форумах. В мире транспортных технологий существует целый ряд крупных выставок и форумах, на которых крупные игроки транспортного рынка представляют свои ноу-хау и свои новые разработки. Так вот, с 2014 года компания Скайвей приняла участие в 17 уже международных выставках и форумах, где демонстрировала свои достижения. Такие выставки, как Транспорт России 2016-2017, Рейл и Тех Индонезия 2017-2018, Смарт-сити Индии 2017-2017, Май месяц, Фьючер Сити Шоу в Дубае 2018 год, Белорусская транспортная неделя 2016-2017 год. Стенды нашей компании, как правило, пользуются большим успехом и позволяют организовывать новые деловые контракты с контактами с потенциальными заказчиками и представителями заказчиков со всего мира. На сегодня наибольший интерес нашей технологии проявляют представители целого ряда стран Юго-Восточной Азии и Атлантического, скажем так, Тихоокеанского побережья. На выставках работает слаженная команда профессионалов, которые абсолютно легко общаются с экспертами и представителями транспортной отрасли, но они также легко общаются с потенциальными заказчиками, которые заинтересованы в реализации транспортных инфраструктурных проектов под ключ. И эти представители могут быть как представителями властей, так и представителями крупного бизнеса. Вот и все это вы видите на слайде, то есть это участие в выставках. Благодаря, кстати, деятельности этой команды на целом ряде крупных транспортных форумов на сегодня потенциальность, скажем так, адресных проектов компании Skyway составляет порядка 160 миллиардов долларов. То есть речь здесь идет не о конкретных каких-то контрактах с точными датами выполнения, суммами. Эта информация показывает проявленный интерес к технологии Skyway. Далее. Но помимо всего прочего, помимо тех людей, которые работают на выставках, на форумах, которые проводят, скажем так, презентации в разных уголках земного шара, то есть проводят переговоры и так далее, есть еще команда Skyway, которая работает, можно сказать, в тылу. Это производственники, которые как раз-таки разрабатывают отдельно взятый каждый адресный проект, потому что если посмотреть на каждый отдельно взятый адресный проект, он по-своему уникален, потому что различные местности и так далее, и так далее. И разработку тех заданий, проектной документации, в дальнейшем, скажем так, работа над созданием путевой структуры и транспортных средств, как раз-таки ведется теми людьми, которые работают у нас на производстве. Вы знаете, у нас есть целый ряд достижений специалистов, работающих на наших проектно-конструктных предприятиях. Первое – это разработка собственных двигателей мотор-колеса. Далее – разработана автоматизированная система управления безопасностью движения транспорта. Используются новейшие материалы для создания подвижного состава и путевой структуры. То есть постоянно ведется работа, появляется что-то новое, это обязательно используется в развитии нашей компании. Дальше используются самые новейшие оборудования и станки с программным управлением. У нас есть целый ряд станков, которые, наверное, в единичном экземпляре находятся на территории Республики Беларусь. Кроме нас таких станков нет у кого. И постоянно идет совершенственная технология. В процессе реализации, то есть, как я сказал, появляются какие-то ноу-хау, новые технические решения, скажем так, облегченные путевые структуры, которые недавно появились и так далее, и так далее. То есть скорость, с которой развивается проект сегодня, она действительно невероятна по меркам высокотехнологичного инфраструктурного проекта. Еще что хотелось сказать, что сама идея строительства дорог под ключ разрабатывается Анатолием Даровичем Леницким на протяжении 41 года. То есть 4 года проекта Skyway и 37 лет до этого. Но, в принципе, стратегия рассчитана на долгие-долгие годы вперед. И мышление, и дальновидность Анатолия Даровича Леницкого импонирует людям, скажем так, из разных сфер человеческой деятельности. Это и государственные деятели, и представители бизнеса различного. Это духовные лидеры, кстати. Вы сейчас видите фотографию Анатолия Даровича с Далай-Ламой, которая была сделана во время его поездки на мероприятие Smart City в Индии в мае 2017 года. И была отдельная поездка организована в город Дармсала, где находится резиденция Далай-Ламы. И там обсуждалось целый ряд проектов строительства дорог в Индии. Экотехнопарк принимает гостей самого различного уровня. То есть это и чиновники разного уровня из различных стран, губернаторы, министры, министры туризма, министры, скажем так, транспорта и так далее, и так далее. То есть и специалисты нашей компании ездят в различные точки земного шара, то есть ездят по миру и проводят различные презентации, встречи, переговоры, где знакомят с технологией представителей, скажем так, потенциальных заказчиков. Это происходит практически каждый день. Переговоры проходят в разных углах земного шара. Средства массовой информации. Это отдельная тема, интересная тема, что я, как говорил, что 4 года провожу вебинары. И в принципе, я помню нашу такую детскую радость, когда в 2016 году, там это было еще до февраля месяца, потом в марте, да, небольшая газета поделилась информацией о том, что вот есть такой проект, и он развивается. Потом через два месяца появилась следующая новость, что нас очень радовало. Сегодня практически к нашей технологии приковано очень большое внимание средств массовой информации. То есть о нас пишут, скажем так, федеральные СМИ, региональные СМИ, мировые СМИ, как узкоспециализированные, да, так и общественные СМИ. Далее, если вначале действительно, я говорю, что о нас упоминали раз в два месяца, то сейчас фактически нет недели, чтобы в разных СМИ, таких как интернет-издания, печатная пресса, газеты, журналы, да, телевизионные каналы, то есть новости, тематические передачи, информация на крупных радиостанциях различных, разных уголоках земного шара рассказывают о технологии. Репортажи до сих пор бывают разные, большинство из них уже позитивно рассказывают, что вот этот транспорт уже не будущего настоящего. Но до сих пор еще, скажем так, есть репортажи, в которых высказываются сомнения, и по большому счету для любой инновационной технологии, которая когда-либо внедрялась в жизнь людей, это по большому счету нормально. Но, в принципе, можно долго дискутировать, можно подвергать сомнениям, да, какую-то информацию и так далее, но глупо, наверное, было бы опровергать и доказывать обратное то, что вот уже, скажем так, перемещается сейчас по струнным рельсам, и то, что, скажем, реально сегодня двигается. То есть, и утверждать то, что этого нет, было бы, наверное, ну, странно, это, наверное, самое легкое, что можно сказать. Если раньше действительно мы доказывали что-то, пытались там тратить большое количество времени, показывать какие-то расчеты и так далее, и так далее, сейчас мы просто говорим, приезжайте на территорию технопарка, смотрите все своими глазами, трогайте собственными руками. Вот. Было много случаев прозрения, да, самых разных, ну, вот один из них самый наглядный, то есть представитель, когда-то МИИД вынес заключение довольно скептическое, потому что вот такой струнный транспорт вообще возможен. Но, посетив экотехнопарк, познакомившись с инженерами, конструкторами, с документацией, пообщавшись с Анатолием Даровичем Низким, представитель кафедры мостов и сооружений Московского института инженеров транспорта, сказал, что да, были непонятны некоторые нюансы, сейчас все встало на свои места, все очень здорово. Вот. Кстати, результатом той поездки стало то, что на выставке под названием «Транспорт России 2017» был подписан договор о взаимодействии, о сотрудничестве между Московским институтом инженеров транспорта, ведущим транспортным вузом Российской Федерации, да, и заостроенной технологией. Это та компания, которая как раз-таки на территории Республики Беларусь, являясь членом группы компании SkyWay, и занимается вопросами реализации нашей технологии на практике. Что еще хотелось бы сказать, что в процессе развития технологии, в процессе развития проекта группы компании SkyWay было еще одно очень важное ключевое событие. Это февраль, 11 число, 16 год. Минтранспорт Российской Федерации, заседание экспертного совета, да, выдало оценку то, что технология Анатолия Дорчуницкая является новоцом. То есть закрепила рекомендации по использованию, применению там развития технологии в своем документе заключения. То есть что получается, да, что год от года SkyWay становится все более узнаваемой в кругу экспертов транспортной отрасли, которые подтверждают инновационность технологий, да. SkyWay расширяет производство, реализует все запланированные цели, строит экотехнопарк. То есть выпускает и обкатывает новые транспортные средства. Вот. Это то, что сегодня происходит в реальном жизни. Но у многих людей возникает вопрос, как же все-таки это все стало возможным, да. И вот глядя на те успехи, о которых мы сейчас говорим на нашей презентации, может показаться, что все гладко, скажем так, и классно было всегда, что, скажем, не было никаких проблем в реализации технологии, что у нас сейчас есть транспортные средства, есть производственная площадка. Вот. Но хочу сказать следующее, то, что вот в 2014 году, например, этого всего не было вообще. Да, вот то, что мы видим на сегодняшний день. С первого дня существования проекта группы компаний SkyWay с 2014 года. То есть это был венчурный проект, который, в принципе, остается венчурным и сейчас. То есть, ну, в принципе, риски, которые есть и сегодня, да, они присущи любой новой инновационной технологии, любой новой идее. И для того, чтобы возможно было, да, реализация данного проекта и выведение технологий на мировой транспортный рынок, нужно ни много ни мало деньги. То есть необходимы, скажем так, инвестиции, да. Кто готов был разделить с уницким эти риски? То есть на протяжении 37 лет до старта проекта группы компаний SkyWay Юницкий общался с представителями крупного бизнеса, обивал пороги чиновничьих кабинетов различного уровня целого ряда стран. Ну, это все практически было безрезультатно, потому что никто действительно не готов был вкладывать деньги в большом объеме для того, чтобы построить тестовый участок, продемонстрировать возможность технологий и в дальнейшем приступить после сертификации коммерческой реализации проекта. Вот. То есть инвестора такого не нашлось. И в 2014 году появилась идея народного инвестирования, либо краудинвестинга мы его еще называем, да, и компания приступила к ее реализации. Действительно, SkyWay на сегодняшний день, как говорят, народный проект, да, то есть это идея народного транспорта, который необходим в первую очередь кому? Нам с вами. Ни чиновникам, ни крупным бизнесменам нужен транспорт экологически чистый, доступный по цене, безопасный, высокоскоростной, они в принципе все это есть. Для многих из них даже перекрывают дорогу, чтобы они проехали. Вот. В 2014 году была разработана, в 2013 в конце, концепция привлечения средств на основе микрофинансирования, взамен на инвестиции людей, каждый мог по своим, скажем так, возможности инвестировать денежные средства. Юницкий предложил людям получать доли от компании, которая, реализовав технологию в будущем, начнет получать прибыли, часть этой прибыли будет распределяться между теми людьми, которые стали совладельцами технологий на моменте как раз таки инвестирования в корневую технологию и строительство Экотехнопарка. Вот. И в дальнейшем 20% от прибыли, которая прописана в нашем инвестиционном меморандуме, эта информация, будет распределяться между этими людьми. И проект получил новую жизнь, реализация технологий, действительно, со стартом именно краудинвестингового проекта. То есть был дан стар, строительство Экотехнопарка, благодаря этой деятельности, да начали происходить вот эти самые необходимые изменения, которые происходят сейчас, и которые привели к стремительному росту нашей компании. То, что мы наблюдаем сейчас, да, изо дня в день. Вот. Что хотелось бы еще вам сказать, коллеги? Компания о своих успехах, да, отчитывается перед своими инвесторами в различной форме, но у нас проходят такие мероприятия, которые называются Экофестиваль. И вот буквально недавно, 4 августа, у нас завершился Экофестиваль, третий по счету. Здесь вы видите фотографии с Экофестиваля прошлогоднего, 2017 года. Нужно отметить, что действительно благодаря народным инвестициям и моделям краудинвестинга идея Юницкого, то есть то, которое мы нашего очень давно, стало реализовываться. И вот в принципе, благодаря за то, что люди стали инвестировать денежные средства, он же является автором, генеральным конструктором технологии, закрепив в концепции проекта принцип, по которому каждый из инвесторов сегодня, который помог реализовать технологию, становится совладельцем технологии струнного транспорта. Skyway стал возможен, как я говорил, благодаря людям, проживающим в разных уголках земного шара, благодаря инвесторам, благодаря физическим лицам. И все работы, которые происходят сейчас на территории Экотехнопарка, на наших производственных площадях, которые уже есть, собственные производственные площади, есть собственное здание, офисное, в Минске, в промышленном районе города Минск, недалеко от метро-тракторный завод, четыре этажа, это офисное здание, в котором работают специалисты нашей компании. Так вот, все, что происходит в Экотехнопарке и за его пределами, стало благодаря, возможно, благодаря просто людям, проживающим в разных уголках земного шара. А что сейчас происходит? Это целый комплекс, это и строительство, работы по строительству, это проектирование, это производство, испытания, сертификация, это, в конце концов, вот те самые выставки, о которых мы с вами говорили, потому что для того, чтобы принять участие в какой-то выставке, все равно это довольно денежно-затратная статья. И вот это все происходит, запланировано своевременно, опять, как я говорю, благодаря инвестициям физических лиц. И сейчас я бы хотел сделать следующее, то, что мы говорим, что это благодаря инвесторам и так далее. Я хочу, чтобы вы увидели довольные лица людей, которые были на территории Экофеста 2018 года. Я хочу вам показать ролик, который продемонстрирует и то, что транспорт SkyWay реально существует, и то, что люди, которые вкладывали денежные средства, приехали на территорию Эко-технопарка, и, наверное, самое важное, что произошло в их жизни за это время, они смогли проехаться в разных видах транспорта SkyWay на территории Эко-технопарка. Итак, друзья, ролик, который тоже займет 200 небольших минут, и потом мы с вами продолжим наш сегодняшний вебинар. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Итак, друзья, я все это видел своими глазами, приятно сейчас в ролике смотреть на довольные лица людей, то есть это люди, которые получили подтверждение тем ожиданиям, которые у них у кого-то возникли в 2014 году, у кого-то в 2015, кто-то совсем недавно стал партнером нашей компании и приехал своими глазами убедиться в том, что это реально существует. Итак, друзья, в 2014 году компания сформировала бизнес-план 15-этапного реализации технологии, где она в процессе 15 этапов полностью сформируется как проектно-производственный центр технологии Skyway и будет готова в полном объеме реализовывать технологии по адресным проектам по территории всего земного шара. Были организованы специальные инвестиционные фонды, которые стали частью группы компании Skyway, и они отвечают за популяризацию проекта, за информационно-техническую поддержку инвесторов, ну и, конечно, за привлечение инвестиций с целью финансирования проекта Skyway. Skyway Capital является одним из таких фондов. 15 этапов развития группы компании Skyway – это ориентир для инвесторов, которые понимают, в каком направлении двигается компания. Юницкие команды давно дают возможность всем стать не просто инвесторами, совладельцами технологий, а стать частью истории реализации идеи, быть сопричастными – это то, о чем мы с вами говорили в начале. Чему, в принципе, простые люди неимоверно рады, именно они окрестили проект группы компании Skyway народным проектом. Ну и что хотелось бы еще отметить, вы видите слайд довольных инвесторов, да? Многие инвесторы действительно чувствуют свою сопричастность, с удовольствием посещают территорию экотехнопарка, они видят те перемены, которые может принести струнный транспорт. Ну и Skyway помогает им, скажем так, предоставляет возможность посетить территорию экотехнопарка, сердце технологии Skyway, и своим глазами увидеть, что происходит. Вот один из важных факторов, вы видите, да, сейчас, довольного инвестора, который рукой показывает свои имя и фамилии, которые высечены там на потолке, как мы говорим, на звездном небе, музея Skyway. То есть те люди, которые стали совладельцами технологии до апреля 2017 года, их фамилии и имена размещены на звездном небе Skyway. Итак, друзья, сегодня мы прикоснулись к будущему, которое может касаться, там, казаться невероятным, да, там, это какая-то далекая перспектива, но это будущее, вы знаете, строится здесь и сейчас. То есть вы сейчас получили информацию о проекте, который меняет жизнь людей уже сейчас, меняет их восприятие жизни, восприятие окружающей ситуации, дает им веру в то, что будущее может быть лучше, чем оно есть, чем есть жизнь людей на сегодняшний день. Мы живем действительно в уникальное время, где вот на расстоянии там вытянутой руки сегодня, скажем так, мы можем коснуться тех вещей, о которых никогда не могли подумать раньше, да. И здесь можно много приводить примеров, там, общение с родственниками по Skype или по другому мессенджеру, когда-то нужно было идти на переговорный фунт, заказывать за несколько дней там переговоры, оплатить и ждать, когда тебя позовут в кабинку, да. Вот, но я сейчас хочу сказать очень важную вещь. Разве вы могли себе представить ситуацию, да, когда вам будет предоставлена возможность стать совладельцами транспортной технологии, которая претендует на 50% всего мирового транспортного рынка вот в ближайшем будущем. Денежная емкость рынка транспортного порядка 4,8 триллионов долларов США. Вот, потенциальный успех данной технологии может обеспечить и сделать вашу жизнь финансово обеспеченным. Вот, и это может быть, выглядеть подобно тем транспортным проектам, которые уже в нашу жизнь вошли, и которыми, скажем так, плодами которых мы пользуемся, как простые потребители, а вот те люди, которые организовали, скажем так, авиаконцерны, автомобильные концерны, железнодорожные, да, крупные фирмы и так далее, и так далее. Вот, потомки этих людей сегодня, да, дети, внуки и так далее, чувствуют себя очень здорово в финансовом плане. Вот, конечно, реализация данной, скажем так, идеи, она не состоится сегодня либо завтра, но уже сама реализация очень близка. Вот, и в принципе, к чему может привести, да, данная технология, были ли в жизни людей какие-то примеры, которые приводили к тому, что какая-то идея была реализована, она принесла успех, кто это сделал? Конечно же, были. Я думаю, многие из вас сейчас вспомнят такие ситуации. Например, мы с вами знаем, что будущее строится, скажем так, человеком, либо людьми, которые видят четкую цель и двигаются в этом направлении. Но, знаете, просто, скажем так, видеть цель, идею и двигаться в направлении, это полдела, но нужна еще, наверное, очень важная вещь, денежные средства на реализацию данной проблемы, данной идеи, да. Это нужны силы, нужно время. И где же это все взять? Да, вот, мы знаем, что технологии все совершенствуются, действительно, завтра будет, вот я сейчас вещаю вам при помощи компьютера, завтра наверняка появится компьютер, который будет в десятки раз мощнее этого, вот, и технологии постоянно меняются. Но очень важный момент, да, как вот технологии и идеи, которые будут реализовываться, насколько они будут близки вам, и как они коснутся вас. Вы также вспомните и скажете, скажем так, а что случилось, да, когда что-то будет внедрено, либо это вас затронет и принесет вам какую-то пользу. И вот история, если рассмотреть нескольких, скажем так, направлений развития жизни людей, да, то есть вхождение новых технологий, 70-е годы, да, Стив Джобс, компания Apple, он долго ходил и убеждал, скажем так, представителей крупных компаний, занимающихся вычислительной техникой, что необходимо развивать, скажем так, персональные компьютеры и потом интернет, ну, над ним смеялись и так далее. И сегодня мы знаем, да, как развилась компания Apple, какое количество различных устройств продается по миру, и те люди, которые владеют долями компании Apple, да, либо акциями компании Apple, они себя очень хорошо сегодня финансово чувствуют. В начале 19 века никто не мог подумать о том, чтобы перевозить людей посредством железных дорог, то есть железные дороги задумывались о перевозке грузов. Но те люди, которые увидели в этой идее перспективу, которые стали, скажем так, строить транспортные, железнодорожные средства, вокзалы, развивать инфраструктуру, вот, они создали для своих потомков сегодня, да, ситуацию, в которой большие деньги крутятся в этих сферах, и большой процент прибыли сегодня расходится между потомками тех людей, кто увидел перспективу в использовании тех же железных дорог. Дальше. Все мы знаем господина Бенса, да, слышали, наверное, такого. То есть это тот человек, который изобрел двигатель внутреннего сгорания. То есть если бы все было ничего, но на тот момент, когда он его изобрел, он был банкротом. Если бы не нашлись люди, которые вложили денежные средства в развитие, скажем так, сначала компании по производству двигателя, а потом Мерседес, не знаю, бегали ли бы сегодня Мерседесы, либо были бы автомобили с другим названием. Все мы знаем историю, скажем так, братьев Райт, да, про них даже сложны несколько песен. Когда-то была группа Круиз, которая пела, стартовали мы на Монгольфьере там и так далее, да. Но братьев Райт, они поднялись воздух на своем параплане, да, то есть тот, который оказался тяжелее воздуха, он все-таки полетел, но все-таки умерли в нищете, а идею, скажем так, создания транспортных средств, которые будут перемещаться по воздуху, развив Боинг. И на сегодняшний день огромная доля авиационного рынка принадлежит этой компании. И потомки Боинга себя очень хорошо чувствуют. Мы же сегодня создаем бизнес, да, который превосходит по своей, скажем так, масштабности и грандиозности и Боинг, и Форд, который создавал автомобили, и Стефенсона, который работал в направлении железных дорог, вместе взятые. Сегодня вот в эпоху интернета, инструментов, финансовых инструментов, которые есть, стать участником инновационного проекта Skyway через компанию Skyway Capital может абсолютно любой человек, я об этом уже говорил. Все необходимое для этого есть на платформе Skyway Capital. То есть это инвестиционный фонд, который является частью группы компании Skyway. Первый шаг, который может сделать абсолютно любой человек, просто зарегистрироваться на сайте, чтобы получить доступ ко всей необходимой информации, для того, чтобы разобраться, да, с тем, что мы имеем, разобраться с инструментами инвестора и сделать какие-то шаги. Ключевым элементом, который на сегодняшний день является и показывает выгоду, да, выгодообразующий параметром инвестирования в нашу компанию является дисконт. То есть дисконт, с которым вы приобрели доли компании. Это отличие дисконт, да, номинальной стоимости долей от сегодняшней. Номинальная стоимость доли у нас взята в начале старта проекта 1 доллар США. По мере продвижения компании, согласно плану развития, вот те 15 этапов, то, что мы говорили и так далее, количество рисков становится значительно меньше. Вот, сама технология становится все ближе и ближе к реализации. Соответственно, дисконт на начальных этапах, я просто помню, еще на втором этапе, когда я пришел, был на минимальном пакете от 250 раз, да, на максимальном до 1500. Сейчас вы видите на минимальном от 17, на 12 этапе развития до 80. Инновационность компании действительно на сегодняшний день подтверждается не только развитием технологий, да, и так далее, но и модели финансирования, которая была взята за основу. То есть именно эта модель сегодня позволяет компании, группе компаний Skyway очень быстро развиваться. Сегодня предоставляется возможность любому человеку инвестировать в нашу компанию при таком низком пороге входа, как 15 долларов США. Найдите мне сегодня какой-нибудь серьезный бизнес, да, где ваши деньги могут приумножиться там в 17 раз со входом в 15 долларов США. То есть выбранная модель привлечения инвестиций на базе краудинвестинга, либо народного финансирования, она себя на сегодняшний день полностью оправдала. Вот, возможно, в будущем многие компании задумаются об использовании краудинвестинга в реализации своих проектов, да. Что хотелось бы еще вам добавить, то, что группой компании, точнее, компанией Skyway Capital на сегодня разработан целый ряд пакетов, как я уже говорил, которые подобраны на любой вкус, как говорится, финансовый, да, то есть по любым финансовым возможностям и используя различных инвестиционных стратегий. У нас есть пакеты разовые, у нас есть пакеты в рассрочку, вот. Но еще, что хотел отметить, что у компании Skyway Capital, помимо стратегии, скажем так, по различным пакетам, есть еще своя маркетинговая стратегия, которая поощряет активных инвесторов, вот. И компания в этом направлении работает, у нее возникают периодические акции, вот именно такой акции, как я вам говорю в начале, я хочу сейчас сказать в конце нашего вебинара практически. То есть сегодня, начиная с 12 этапа развития, с весны, в нашей компании действует акция, что если вы приобретаете какой-либо из пакетов долей, да, если это разовые пакеты, то вам сразу после оплаты этого пакета начисляется 10% от количества долей в купленном пакете. Но что нужно сделать, да, то есть зарегистрироваться на сайте, пройти верификацию и в течение 7 дней после регистрации приобрести какой-либо, любой из пакетов долей компании. Тогда вы получите сверху, к тем количеству долей, что вы приобретаете, 10%. Если вы купите пакет в рассрочку, то по окончании выплаты рассрочки вам будут начислены эти 10% на премиальный счет. Это большой плюс, и я вам рекомендую просто воспользоваться данным предложением. Но, кстати, это еще не все то, что предлагает своим партнерам и инвесторам компания Skyway Capital. Приобретая доли, перед вами открывается возможность использования инструмента под названием партнерская программа компании Skyway Capital. Он дает вам возможность создания бизнеса и дохода, и серьезного дохода уже сейчас. И этот доход вы можете организовать, по сути дела, на территории всего земного шара. То есть вы можете организовать международный бизнес посредством интернета, так как наш бизнес в интернете. Важное достоинство нашей партнерской программы – это ее простота. Я думаю, в ней разобраться может абсолютно любой человек. Вы можете зайти в личный кабинет, у нас есть раздел «Партнерская программа». После того, вы зарегистрируетесь и почитает, какие проценты, за какие действия вам начисляются. Важно отметить то, что партнерская программа уже сегодня может любому из вас позволить выйти на очень серьезный уровень дохода. Тот доход, о котором, может быть, вы боялись мечтать. И вот мы сейчас с вами дошли к тому моменту. Давайте, если есть какие-то 3-4 вопроса, я постараюсь на них ответить. Вы можете писать их в чате. Я вижу, что кто-то уже задавал вопрос. Так, что у нас прозвучало? Правда ли, что транспорт будет иметь свою независимую систему энергоэлектроснабжения? Если да, то как это будет организовано? Откуда будет браться электроэнергия? Вы знаете, ну вот сейчас те виды транспортных средств, которые мы имеем на сегодняшний день, это аккумуляторные батареи и двигатель мотор-колесо. В дальнейшем, я не знаю, не было речи о том, что у нас будет прямо совсем замкнутая система, да, энергообеспечения наших трасс Skyway. Но, возможно, вот высокоскоростной Skyway будет обеспечиваться, скажем так, по технологии перемещения. Только съем, как это есть в метро. Вот таким вот образом. Кто-то спросил, когда там следующий этап. Коллеги, следующий этап будет тогда, когда он будет. Да, то есть, не надо ждать следующего этапа, а надо делать простые шаги, которые могут привести к реализации проекта, ускорить его. А для этого что? Сами инвестируйте в проект и приглашайте, скажем так, людей, которые вас окружают, давать им информацию, предоставлять им такую возможность. Так, что у нас еще? Какие у нас еще есть вопросы? Так, вероятно, мы закончим на этом, в этом году все 15 этапов, да? Теоретически, на 2019 году инвесторы получат дивиденды, или вы думаете, в 2020? Плюс-минус, как вы думаете, да? Вопрос прозвучал, когда у нас будут дивиденды, там, и так далее, и так далее. Смотрите, Юницкий ничего не говорил по дивидендам, почему? Вот он, помните, не так давно, года, где-то полгода назад, он сказал, что он будет говорить о тех вещах, которые должны состояться, тогда, когда он будет на 100% в этом уверен. Вот он озвучил тему строительства, скажем, дорог в Объединенных Арабских Эмиратах после инотранса, я так понимаю, он едет туда и приступит к строительству двух дорог на территории этого государства. Вот. Что касаемо дивидендов, дивиденды будут с прибыли, да? И когда у компании будет образовываться прибыль, в соответствии с нашим инвестиционным меморадом, я уже сказал, 20% будет начисляться тем людям, которые успели стать совладельцами технологии в период, когда еще можно приобретать доли компании, да, и становиться собственником этой технологии, которая будет использоваться в дальнейшем во всех адресных проектах. То есть те, кто на сегодняшний день станут совладельцами технологии, они будут получать доход со всех адресных проектов с территории земного шара, где будет использоваться технология Skyway. Точной даты я вам сказать не могу, но то, что мы с каждым днем и месяцем все ближе и ближе к этой ситуации, ну вот я могу вам твердо это утверждать. Итак, друзья, времени не так много, я уже занял немножко больше, чем говорил. Говорил 40 минут, мы с вами говорим чуть дольше. Итак, часто люди спрашивают, какие у вас есть гарантии про то, что этот проект состоится. Первая гарантия – это вот этот человек, который вы сейчас видите на экране. То есть человек, который дал надежду на преобразование мира, человек, в голове которого родилась эта идея, он же, кстати, является на сегодня главным инвестором проекта. И в принципе именно его интеллектуальная собственность была оценена в сумму свыше 400 миллиардов долларов США. И именно на это интеллектуальное собственность было выпущено то количество долей, которыми он сейчас делится с вами щедро. На выгодных условиях, как я вам сказал. Он прошел весь путь советского инженера-конструктора. Он автор и генеральный конструктор нашей технологии. Руководил за время развития технологий двумя проектами организаций объемных наций. У него более 150 изобретений. В начале своей деятельности, в начале реализации технологии Skyway, стал членом Федерации космонавтики СССР. Это были еще 80-е годы прошлого столетия. У него более 20 монографий, более 200 научных работ. Вы можете многое из них найти на сайте анатолий-дорожчернинского.com. И там огромный пласт технического материала. Там есть действующие контракты, которые были заключены еще о строительстве дорог в период существования полигонов в подмосковном городе Озера. Это было до проекта группы компании Skyway. И там вы можете найти много видеоматериалов непосредственно о самом разработчике идеи струнного транспорта. Далее. Мы имеем результаты деятельности в Экотехнопарке. То есть у нас есть трассы Skyway действующие, у нас проводятся испытания, у нас запускаются новые транспортные средства. Новые виды путевой структуры, кстати. У нас есть огромное количество людей, которые поддержали Анатолий Дарович и Юницкого в этом проекте. Это люди с более чем 200 стран мира. То есть люди, поверившие в реализацию идеи струнного транспорта с 2014-2015 года, которые были на Экофесте и так далее, и так далее, и так далее. У нас очень высокий уровень научной проектной проработки проекта. То есть, по сути дела, компании на сегодняшний день было получено весь набор разрешительных документов на ведение работы от проектирования технологии, создания технической документации до ее конечной реализации. В прошлом году компания струнной технологии стала членом торгово-промышленной палаты Республики Беларусь и членом союза строителей Республики Беларусь. Ну и, что хотелось бы еще сказать, приверженность действительно группы компании Skyway своей идеи и тому, что она продвигает эту технологию, она импонирует многим крупным производителям в разных сферах промышленности. Нашими партнерами сегодня являются компания, которая выпускает металлопрокат, это шведская компания SAP, это известный мировой производитель металлопроката, и компания DASO Systems, которая выпустила программное обеспечение 3D Experience, которая сегодня используется группой компании Skyway. И струнной технологии предприятия первого на территории Республики Беларусь стало использовать данное программное обеспечение. Кстати, на его базе был выпущен вот этот вот трюксессионный Юникар, который сертифицирован 18 местным. Сегодня Skyway это более 600 специалистов, инженеров и технических специалистов, работающих непосредственно в 15 конструкторских бюро. Но, как я уже сказал, это более 300 тысяч инвесторов из более чем 200 стран мира. Это вот то, что мы имеем. Когда-то, в июне 2014 года, в конструкторском бюро Skyway не было ни одного человека. И первые специалисты появились именно в июне 2014 года, которых набрал Анатолий Дарыч Веницкий. И что хотелось бы еще сказать, да? То, что мы сейчас находимся на 12 этапе развития технологий. То есть она реализована сегодня где-то на 73% реализован проект создания Экотехнопарка, а именно его идея главная, да, Риджит, в инвестировании в наш проект. Вот. Мы находимся на 12 этапе, он близок к завершению. И что хотелось бы сказать, да? То есть инвесторы, которые зашли на начальном этапе в наши технологии, они осознают то, что, скажем так, возможность стать совладельцем технологий, она не бесконечна. Она не безгранична, соответственно, когда-то настанет тот момент, когда инвестировать в технологии будет нельзя. И они инвестируют сами в наш проект. Дают информацию тем, кто их окружает, развивают партнерскую программу, да, для того, чтобы в итоге иметь большее количество долей, да, и действительно данная возможность, такая как SkyWay, она предоставляется людям раз в сто лет. Вы слышали такое выражение, да? Момент, когда прекратится инвестирование в компанию, возможность стать совладельцем технологий, все ближе. И мы все ближе к тому, чтобы разрабатывать и реализовывать строительство технологий по тем адресным проектам, которых потенциально сегодня уже не одна сотня. И несмотря на то, что, скажем так, на 12 этапе, да, вот мы находимся, вот, из 15, и то, что дисконт ниже, чем на начальных этапах, нам все равно остается очень существенным и важным. То есть ваши денежные средства могут приумножиться от 17 до 80 раз. И очень важно понять, что, став инвестором сегодня, вы делаете вклад в свое будущее, автоматически обеспечивая участие всех инвестиций во всех адресных проектах, где будет использоваться эта технология. Зарубить это себе на носу. Вот пример сегодня, это такой, как вы инвестировали в конце 70-х годов в Apple, да? То есть те люди, которые в 70-х годах инвестировали в Apple, сегодня получают там 0-0-0-0-0-0-0 с каждого устройства, проданного этой компании. Будь то смартфон, там, макбук или что-то еще, программное обеспечение, которое у них есть и так далее, и так далее, и так далее. Вы платите за пользование какой-то программой, а часть прибыли-то распределяется между теми людьми, которые стали совладельцами технологий. Вот сегодня такая возможность есть у вас, да? Но мне вот в 70-х годах в конце, ну я еще был не очень взрослым, да, никто не предложил стать совладельцем компании Apple. А я бы хотел, вот сейчас понимая, да, каким результатом это пришло. Так вот такая возможность сегодня открывается перед вами. Стать совладельцами технологий, которая гораздо быстрее войдет в жизнь людей, чем интернет и персональный компьютер. Об этом говорим не мы, об этом говорят специалисты мира транспорта и специалисты мира финансов. Ну и что хотелось бы отметить, да, компания Skyway Capital, московский офис, Россия, Москва, улица Щепов, дом 22, строение 1. Здесь мы находимся, мы занимаемся тем, что оказываем информационную, техническую, если надо, юридическую поддержку инвесторов в наш проект, да. Работаем порой 24 на 7 в таком формате. У нас есть служба технической поддержки, которая работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. У нас есть отдел информационной поддержки в Москве, который работает с 10 утра до 7 вечера. Также на протяжении всех 7 дней и выходные дни тоже есть дежурный менеджер, который помогает разобраться во всех тонкостях проекта, платежной системы, как стать собственником технологии и так далее, так далее, так далее. У нас есть очень удобная платформа, сайт, личный кабинет компании Skyway Capital, который позволит любому человеку разобраться в информации, получить полный объем этой информации, документации, функционал для того, чтобы, скажем так, со спокойной душой, поняв все, что откуда происходит, стать совладельцем технологии Skyway и в дальнейшем уже управлять своими долями. Вот эта возможность есть для каждого из вас. И это то, что я вам хотел сегодня рассказать, друзья. То есть, в принципе, я на этом готов закончить наш сегодняшний вебинар. И вот люди задают, кто из известных людей стал инвестором в Skyway и так далее, так далее. Вы знаете, я сейчас так сразу вам навскидку сказать, кто из известных людей стал инвестором в Skyway. Я могу сказать, что инвестировали в развитие технологий такие люди, например, которых у кого-то, к сожалению, нет в нашей жизни. Вот это господин Лебедь, который был когда-то генералом, командовал в 14-й армии, потом был губернатором Красноярского края. И он тогда инвестировал в полигон, который был в подмосковном городе Озера. Интересовался технологией когда-то господин Громов, который был губернатором Московской области, но он не сильно поспособствовал развитию. Вот есть целый ряд людей, которые делают крупные инвестиции, но сказать, что они там очень широко известны в мире, скажем так, бизнеса, либо в мире политики, либо чего-то еще, я не берусь утверждать. Одно могу сказать, друзья, то есть неважно, кто из сильных мира сего инвестировал в нашу технологию, неважно, кто из известных людей сделал вклад в развитие нашего проекта. Я знаю, что есть какие-то актеры, я знаю, что есть артисты, есть, скажем так, певцы или певицы, которые стали совладельцами пакетов Далии. Важно, что вы это можете сделать. Важно, что люди, которые вас окружают, тоже могут это сделать, благодаря вам. И вот если вы им в этом поможете, а мы поможем им тоже, да, со своей стороны, мы быстрее приблизим момент реализации технологии, мы быстрее приблизим тот самый момент, о котором вы все время спрашиваете, когда же будут выплачивать дивиденды на те доли, которые есть. Вот чего я вам и желаю, да, как можно большего количества людей, идущих за вами, в доходы уже сегодня, да, здоровье, любви и денег, и на этом я с вами прощаюсь, коллеги. До новых встреч. Вот такие у нас мероприятия проходят каждый понедельник. Я в прошлый раз говорил и сейчас скажу. Вот если вам понравилась эта информация, да, пригласите на следующий понедельник на 17.00 тех, кому это может быть интересно. Ваших партнеров, подзависших, возможно, да, давно отвлекшихся от проектов, новых людей. Приглашайте их, мы им дадим информацию, ответим на их вопросы, и, возможно, благодаря этому движению вы станете успешными и финансово независимыми уже в ближайшее время. Вот чего я, опять же, вам желаю от всей души. Здоровьем, любви и денег. До новых встреч на наших вебинарах. Спасибо за внимание.